Здравствуй, мой любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, а это значит, что ты на канале Лёша играет и, скорее всего, смотришь Сидмерс Цивилизейшн 6. В этот раз решили мы на восьмерых сыграть на морской карте. Забанили все морские цивилизации, выбрали карту Архипелаги, а все остальные выпадут нам случайно. Но ты уже, наверное, увидел на превьюшке, что у меня Венгрия, а вот что у остальных, фиг знает. Будем открывать новые цивилизации по мере развития своей. Какие еще настройки? Включены режимы варварские кланы, монополии корпораций и случайные технологии. Стоит ограничение в 170 ходов, так что можно будет и по очкам победить. Стихийные бедствия двоечка, еще некоторые города-государства убрали, типа Окленда, ну, которые вот именно на морской карте слишком большой бонус могут дать. И, в принципе, получилась интересная партия, так что приятного вам просмотра. Напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им большое за поддержку, а для обычных зрителей они будут выходить раз в день. Ура, я не вылетел. Блин. Архипелагия, а я как-то не на море. Ну, просто это Венгрия. Может, мне, кстати, на меди встать лучше? Перерыв, ну, надо сделать все-таки. А что так много? Ну, поужинать, не знаю. Так играй и ужинай. Нет? Да, хочется здесь поставить. Ведь я даже дотянусь, если бы, блин, ну, тут тогда место для города, я... Фак. Но я бы все равно здесь ставил, и тут вот районы расставлял через реку, понимаете? Это как бы способность Венгрии такая. Все-таки здесь бы я ставил. То есть, в принципе, надо думать о том, что вот сюда, скорее всего, дамбу надо будет поставить. Ну, дамбу тут точно надо будет, иначе меня зальет. Ну, и, соответственно, так как... От центра города на другом берегу, то она будет быстрее строиться. А, блин. Акведук тогда здесь... Что-то не очень... Я хочу с монумента на архипелагах начинать. Столько рыбы в жизни я не видел, сколько сейчас наспаунило. А у меня вот в прошлой игре за Россию, у меня было пять овец вокруг столицы, если ты видел. Такое хреновое место в жизни не видел, как сейчас засправнило. Блин, у меня не получится... То есть, я не хочу, например, здесь Акведук ставить, а тут дам... А, так у меня тогда и соседства не будет для промышленной зоны. Ну, дамбу я могу либо здесь, либо здесь поставить от центра города, понимаете? Ну, видимо, тогда сюда Акведук, а сюда промышленную зону. Так, тогда надо. Не, слушайте, надо скаута. Что-то тут я очень... Хотя, если этот остров чисто для меня будет, что не факт. Не, я хочу все-таки начать с монумента, не знаю. Надо быстрее клетки, чтобы добавлялись. Вот это вот все. Ладно, короче, давайте тогда предварительно Акведук сюда. Дамбу сюда. Промышленную зону сюда. Тут где-то центр коммерции. Ну, пока непонятно с кампусом. То есть у нас есть вариант здесь, тут плюс три вообще-то кампус. Потому что два тропических леса и две горы. Но, с другой стороны, здесь через... Блин, у меня бы еще и религию, наверное, или без религии я тут обойдусь в этот раз. Выглядит так, что вот тут тоже река какая-то течет. Ну, то есть вообще в местах с Венгром обычно есть реки. То есть реально один город, не то что, как бы... Ну, судостроение, вперед, галеры, судостроение. Ищи. А этот... Горы прокрывают проход или просто чисто восемь клеток? Ну, просто, да. Нет, ну, нет, ну ладно, я могу поставить. Одна клеточка там есть. Чисто хорошо. Да. Так, ну вот сюда город влазит, например. А ты переживал. Все классно. Главное... Искать. Вот здесь, видимо... Да, еще есть вариант, кстати, на Артемиду. Между прочим. Тут-то Артемида ничего такая будет. Так, дальше думаем. Так, я могу, наверное, клетку купить. А, сама добавится. Отлично. То есть у меня второй житель на этом банане будет работать. И город будет расти. Ну, я не вижу смысла вот тут было оставлять город. То есть мне либо надо на море было тогда ставить. А единственное, что, возможно, стоило, наверное, столицу сюда повезти. Ну, тут очень грустное место, по-моему. Здесь намного лучше. Другое дело, что у меня столица не морская получается. И плотоводцев у меня немного будет. Кстати, я могу пантеон взять на соседство тропических лесов. Блин, тут, походу, тоже... Это все-таки побережье, а не река. Или река, подождите. Здесь вот выглядит, как будто это исток. Прям таймер на 10. Тогда хотя бы на 12 поставишь, что ли? Максимально душа. Тут хорошее, кстати, тоже город, блин. Вот сюда бы влез город хороший. Вот что-то есть интересное, да? Так что у нас с лошадьми? Это будет самый ближний и твой город ко мне. Это самый ближний, ближний. Кстати, у столицы нету лошадей почему-то. Что я хочу открыть сейчас в первую очередь? Горное дело. Ну, вот рабочим что мне обрабатывать? Да-да-да. Ну, хорошо. Ну, я пойду лисицу, это точно буду. Видимо, кукурузу надо будет обработать. Да мне тут пока ничего. Ну, давайте тогда потихоньку мореходство. Потом я аж поставлю город на побережье где-нибудь. Очевидно. Как тут надо рабочего после поселенца? Если я рабочему пойду обработаю кукурузу, потом лук, этот скот, а потом пойду сюда лисиц, чтобы вот здесь можно было Артемиду поставить. Так, смотрим. Ну, наверное, нету смысла сюда ставить. Я все равно тут город не могу поставить. Давайте, наверное, дальше пойду смотреть. Скорее, может, на лисиц ставить. Ну, город нормально растет. Мне нравится. Так, тут холма нету, к сожалению. Ну, давайте сюда пока прыгну. О, там река какая-то есть. Окей. Ну, пойду пока в мистицизм, наверное. Разведки у меня нету, поэтому плюс 5 против варваров и, конечно же, бог-царь. Ну, понятно, что где-то тут надо будет город ставить. Ну, я жалею все-таки, что я, наверное, разведчика не сделал. Ух ты, соль. Ну, я скорее все-таки с этой стороны. А, меня слышно? Теперь да. Отлично. Все мельчали просто. Еда, производство. Вот стоит ли мне тут какую-нибудь клетку? Ну, пока нет. Мне надо будет деньги вот сюда вот покупать клетки, очевидно. Здесь, наверное, сразу поселенца. А, я уже поставил. Я уже поставил. Ну, мне надо, видимо, дуболом вот так пройти посмотреть. Потому что тут вот есть проблема. У меня такое ощущение, что я тут город не могу никак поставить. Из моей столицы. Это вот не очень удачно, что здесь вот так море. К сожалению. Тут еще, ну, тут вылет как будто тут конец. То есть здесь может быть какой-то такой небольшой полуостров. А здесь вот такое побережье. То есть, возможно, там кто-то будет из моих соседей. Но название реки... Забирай, не просто сказать, надо будет. Все хорошо. Кериш. А что там у меня? Уникальный мой этот... Ну, купальня заменяет акведук. А, нет, зоопарк. Она зоопарк заменяет. Блин. То есть мне надо... И дает плюс два счастья и плюс два производства городам в радиусе в шеститах. Так, слушайте, ну мне надо, значит, развлекательную площадь точно ставить. И точно этот пытаться... Колизей построить. Колизей, по-моему, тоже в шесть клеток. Сейчас сначала мы идем кукурузу обрабатываем. Так, мореходство надо откладывать. О, Наску первым встретил. Но у меня нету пустыни. Немножко бессмысленно. Бессмысленная Наска. Ну, слушайте, если будет пантеон на соседство тропического леса, я бы его взял. Мне кажется, тут священные места на тропические леса должны быть очень неплохи. Я вот вижу тут тропических лесов прилично. Потом мне их вырубать нельзя будет. Вот этот мне придется вырубить для... Или, может, не вырубать? Вообще вот тут тогда священно. Ну ладно, это, знаете, это можно решать, когда мы его возьмем, этот пантеон. Пока я не вижу, что я его беру. Честно говоря. 6 ходов пантеон. То есть у меня производства очень мало, на самом деле, в столице. Даже для начала. Вообще холмов тут не особо много. Но, с другой стороны, лесов нормально. С третьей стороны они, возможно, гореть будут. Периодически. Блин, слушайте. Непонятно пока посела куда везти. Я бы хотел вот тут территорию увидеть, но я сейчас заберу. Хотя 5 ходов я тут заберу, потом пойду. Вот тут как бы река. Возможно, здесь все-таки куда-то встановят. Тем более Дунай, опять же, моя река. Блин, варвары идут. Вот это плохо. Так. Кстати, я пантеон сейчас довольно быстро, когда приму, благодаря Наске. Ну и, по идее, Наска, она обычно всегда рядом с пустыней, в пустыне становится. Хотя, тут как-то не особо я смотрю, это пустыня. То есть мне надо юнитов сейчас будет построить после этого посела. Да, вообще, для архипелагов старт очень странный. Но у меня как-то много территории. Много территории только при том условии, если у меня нет соседа на этом архипелаге. Он обратно пошел. Он, как-то, по-моему, меня не увидел. Ну. Опыт. Ну, в принципе, почему нет? Так, это мы на скот идем. И потом на лисиц. Ну, растет хотя бы, буду хорошо. По-моему, не следующим еще ходом недовольство будет из-за нехватки роскоши. Кстати, еще вариант вот здесь Артемиду строить. Но если Артемиду строить, то надо все-таки в столице, потому что ее там могут зарашить в другом месте. У меня очевидно, что надо сюда везти будет посела вначале. Я все-таки, наверное, сюда сейчас пойду дуболомом. Так, так. Нет, наверное, я так встану. Апну его как раз. Оба-на. Так, что тут Будда обрабатывает? Производство, производство. Хорошо. Горное дело. Ну, любой специализированный район я не построю стопудово. Местицизм-то я ускорю, создав пантеон. Тем более, через ход это будет. А вот район точно нет. Смотрите, какая печаль у меня тут появилась. Придется так вот идти. Еще не факт. Блин, дай бог, чтобы тут проход был хоть какой-то. Пожалуйста, только не ставись сюда. Горный. Ладно, давайте погончарное. Я тут ничего не ускорил. Следующим ходом, по идее, должен мочь принять пантеон. Если никто тоже вместе со мной. А, подожди, я, по-моему, в лобби второй был. Так что только если хост наберет в этот же ход очки. Ну, у меня тут два варианта. Либо соседство тропических лесов. Да, рыбацкие лодки у нас запрещено брать. Потому что морская карта. Можно плантации. Тоже тут культура от планта. Хотя тут маловато. Пастбище еще можно. И еще можно подумать на там еда и производство от лагерей. Ну, я, правда, только две лисицы вижу. Сейчас глянем. Да, я пантеон принимаю. Блин, он все равно сюда встал. Ну, как так? Пак. Сюда пойду, значит. Так, ну, смотрим. Есть. От тропических лесов беру. И можно попробовать в трудовую дисциплину тогда. Мне бы тогда астрологию, на самом деле, открыть. Я ее пока не вижу здесь. Так, я могу одного посла. Но у меня нет смысла союзить Наску. Создать тяжелую колесницу. Только для того, чтобы, может, карту увидеть. Блин, если где-то прилетит метеорит. То есть он как раз дает тяжелую колесницу. Наверное, тогда я бы Наску засоюзил. Варвара бежит за мной. Блин. Ну, мне, наверное, надо сюда город ставить. Вопрос только, как так сделать, чтобы... Видимо, мне надо тут стоять. Тут просто очень хорошее. А, слушайте, у меня город не на реке. Мне вообще за Венгрию надо на реках города ставить, да? А вот выплыв, видимо... Блин, ну что, сюда? Короче, тогда сначала я пойду туда, значит, город ставить. Это уже... Я его точно поставлю. Давайте юниты строить. Заповедник, а что у нас с престижем? Ну... А есть еще люди, у которых ноль очков из восьми? У меня три. Та же. Элитно живете. Даже интересно... Ну, я нашел одну руинку, а где еще два? А, пантеон принял. Тут будут стоять в защите. Хотя, что в своей защите? А так, так и пошел туда. Вот эта жопа... Варварская. Так, ну давайте, наверное, выкупать клетки. Главное, чтобы в следующем ходу тут не появился сейчас варвар. Тогда я смогу тут встать и обработать. Это третья клетка будет. А этот, кстати, варвар пришел и ушел. Он как бы не... А вот этот сейчас сообщит. Ну, я тогда пойду сюда. Просто этим... Прощником буду там защищать. Военная традиция. Что, народная торговля тут. Каменная кладка. Но я ее никак вроде не ускорю. Вообще не вижу тут камня у себя. Трудовую повинность открыли. Так, отлично. Здесь обрабатываем. А этот, кстати, куда-то туда бежит. Отлично мы его сможем убить. Ну или хотя бы... Побить. Стоит ли мне уже поселенца делать? Давайте, наверное, все-таки еще одного прачника. Потому что это как-то очень с варварами проблема. Пингалу. Мне, по-моему, надо как-то тут защищать, чтобы... Ну, мне надо сюда все-таки город ставить. Катя, озеро. Это озеро. Слушайте. Так это хорошо. Но мне все равно города на реках... На реке надо... Тьфу. На реках ставить. То есть сначала я пойду туда поставлю. Дальше... Мастерство давайте. Антикавалерийских юнитов. Вот. Сейчас я это ускорю следующим ходом. Хорошо. А ранняя империя... Блин, далеко. Ну, для поселенца. Но она все равно через мастерство. Так что в любом случае... Туда идем. Точно я каменоломню нигде не построю? Вот и пак возвращается. Так. Тут, значит, ставим... Счастье. Ускорили мастерство. Тут идем сюда. Адриатическое море. Ну, по идее, это относится к Венгрии все-таки. Потому что раньше... Всякие там Хорватия. Типа в империи Австро-Венгрии считалось, что... Оно к Венгрии относится. Ну и, соответственно, из Хорватии выход как раз в Адриатическое море. Получается. Так, давайте после... После прачника посела. Ну, вообще, старт такой себе. Не фонтан. Здесь, кстати, будет соль и апельсинки у этого города. Скорее... Ну, вот выглядит, что вот тут уже вливается в океан. То есть, скорее всего, на эту клетку, на бананы надо ставить. Но все равно у нас мало клеток. То есть, у меня через реку, например, будет только один район. И тут через реку два района. Получается. Так, рассоединю. Просто ставлю сюда. Монумент. Еда производства. Тут возвращаемся. Он меня атакует? О! Кто-то умрет. Отлично. Ускорили лучников. Давайте глянем, где они. Ну, собственно, нам надо сюда идти. Рудник для добычи ресурсов. Вообще, где-то... Нигде, да? Давайте тогда обработку бронзы. Надеюсь, железо появится. Мы... Хотя, скорее всего, тут железо будет. Между прочим, я тут поставил... Район, типа. Но, скорее всего, там железо. Так что... Надо что-то будет по-другому придумывать здесь. Возможно, мне достаточно будет просто дамбу поставить здесь, а тут промышленную зону. Ну, а тут коммерческий район, очевидно. Поэтому хорошо, в таком расположении, хорошо то, что я буду эти ставить. Кстати, мореходство открылось. Коммерческий район поставлю хотя бы один. И это значит, что я смогу, видимо, великого торговца заполучить. Блин, мне все-таки тут посмотреть, что там точно есть лагерь варваров. Блин, и я не вижу астрологию, да? А астрология стопудово вот тут. Не, кстати, она тут еще может быть. Между прочим. Но мне бы священное место поставить. То есть я взял соседство тропических лесов. И это будет круто только, если я трудовую дисциплину получу. А чего там еще сосед... Ну, в другом случае будет просто веры дофига, так? Пока выглядит, что здесь неплохо ставится. Для столицы. В печи. Блин, тут... Лошади, блин. Ну, кстати, вот здесь где-то ставится... Рифы. Кто-нибудь рифы видит только здесь, да, риф? То есть здесь, если только сюда, тут гора. Так, ну класс, я должен, по идее, обработку бронзы ускорить. Одного я уже убил. Второго я тоже убил вот здесь. То есть мне вот этого осталось убить и обработка бронзы ускорена. Ранней империи ускорена. Так, а надо ли мне спешить с ранней империей вообще? Ну... Ага, слушайте, она так открывается, без мастерства. Прикол. Нет, мастерство надо открыть. Я, наверное, даже поставлю... Хотя у меня поселение со четыре хода. Не, наверное, так я не поставлю пока. Я не смог бы... Я хотел поставить на создание военных... Слушайте, может мне тут клеточку выкупить вот эту? Игра хочет... А, не, подожди, лисиц, конечно, надо выкупить. Че я? И я бы здесь купил рабочего. 105. Блин. Убился. Ускорилась обработка бронзы. Кайф. Так. Покупаю рабочего. Тут... Врачник стоит лечиться. Тут получаем против наземных юнитов. Сейчас увидим железо где. Ну, как вы понимаете, я ставлю на то, что оно вот здесь. Очень высока вероятность. Тут ничего пока не меняем. А, нет, стоп. Че, меняем, я же пансион уже принял. Это, наверное, просто плюс производства. А АГОГЭ надо ставить, когда мы поселенцы построим. То есть, нам три хода... Ну, как раз ранней империи, четыре хода. Мы как раз поменяем на поселенцы. Хотя... Мой друг. Ты шо, на 20... Откуда пришел? На 25-м ходу только впервые кто-то кого-то встретил? Да, я наконец нашел. Короче, чтоб ты понимал, Микс Пэм. Вот, короче, такой долгий пью шейк. Прям вообще жесть. И проход в одну клетку. Ну, вот если идти по нему, и там ты будешь... Железо только на хромах, вроде бы не появляется. Они же другого места, где может появиться железо, кроме как это. А, ну, хрен, она просто нигде не появилась. Слушай, а мы без страт баланса играем, да, я так понимаю, в старт. Сы? А вот где же он еще. Он еще у меня по настройкам даже что-то могу видеть. Что есть и по настройкам страт веса. Он точно пришел. Ну, атакуй. Так, хорошо. Подходим сюда. Тут обрабатываем соль сначала. Ну, кстати, это у нас колесо ускоряет. Ну, в общем-то, пошли в стрельбу из лука. Я, наверное, не буду ставить на поселов. Я вот третьего посела поставлю город, я имею в виду. Слушай, а может мне везти третий город куда-то сюда? Блин. Меняйся на озере я ставлю. Ну, не, боюсь, я сюда поведу. Тут у меня как бы более защищенное место. То есть я поведу, ну, сюда я имею в виду. Так, вообще мне надо бы черепаху теперь обработать. Потому что лисицы у меня есть. Мой друг, где разведчика. Еще. Ну, вперед. Только назад было. Ну, назад не надо. Позвольте, тут встану. Блин, вот тут... А, ну, если эту город поставлю, а этот не превратится в ГГшку. Он посольник, будешь? Расколотый камень. Так, а что у нас? А, астрология здесь. Но мне надо сначала все-таки храм Артемида, я хочу. Так я ухожу, ты же видишь. Все, ты себе охот потерял. Артемиду. Ну, что этот? Это пока без указательного знака. То есть он этому району ничего не сообщает. Блин, тут. Бежит за мной. Варвар. Наверное, встану пока тут в защиту. И еще один нужен прачник. Тут лечимся. Тут лечимся. Ну, тут так много варваров, потому что сообщили об этом. Тут скаут сообщил. Так, тут надо будет купить строителя. 115. Как бы деньги у меня капы. Блин. Подожди. Четыре хода. Не, значит, тогда сначала надо все-таки обработать лисиц. Не хочу тратить деньги на выкуп этой клетки. Ошибся я. Потому что счастье у нас пока есть для роста, видите? Твои одно удовольство. А деньги нам нужны, чтобы быстрее купить рабочего. То есть нам нужно... То есть нам нужно... 115 денег. Теми темпами, которые у нас сейчас прибавляются. Это... Ходов пять. Обработаем лисиц. Это плюс еще деньга. Так, товарищ подходит, чтобы его убили. Мы можем ему отказать в этом. Есть монумент. Блин, может разведчика давайте тут построю, как ни странно. Потому что выглядит как... Тут много территорий, а я ее очень плохо вижу. Так, у нас надо через четыре хода уже Артемиду строить. Ранняя империя. Так, значит, я тут меняю... А надо ли мне на юнитов менять? Так, хорошо. Четыре хода я могу что-то открыть. Какую-то... Еженародная торговля четыре хода. И военная традиция четыре хода. Ладно, давайте еженародную торговлю. Значит, пока не меняю. Ну, у меня сейчас достраивается прачник. Я, наверное, не буду какой-то юнит строить. Мне надо будет просто... Ой, е-мое. А может и надо было юнит строить. Черт. Так, тут лечимся. Тут обстреливаем прачника. Офига себе. Пришли, ребята. Блин, а может и... Нет, ну слушайте, ну плюс пять против варваров тут тоже важно. Блин, уже один ход стрельба из лука. Ага. Строитель три хода. Амбар нет. Водяная мельница нет. Правительственная площадь. Какая-то правительственная площадь хоть встанет какая-то. Есть земля, так сказать. Блин, может тяжелую колесницу построить. Прачник один ход. Ну, кстати, можно и прачника. Он превратится сейчас в лука и вполне может... Ну, медленно как-то отбиться от этой фигни всей. Три хода строитель. Ну, я через три хода его куплю. То есть тут разницы нет. Ладно, давайте... Вот стояла бы карточка, конечно, я бы вообще построил. Ну, блин, плюс пять тоже важно. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!